На юбилейную конференцию в Сочи съехались более 250 радиовещателей из 18 регионов России, а также Армении, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Великобритании. За пять лет у форума уже появились свои традиции. Одна из них – проводить конференцию в Сочи. Это важная часть продвижения в Сочи как курорта, как центра спорта, как города, определяющего во многом курортную политику страны, потому что здесь собирается цвет отрасли журналистики, одной из отраслей журналистики, которая во многом определяет настроение, общественное мнение в своих регионах, городах. Кстати, курорт – площадка для форума радищики выбирают уже во второй раз. Еще одна традиция – приветственное слово от мэра города. Уверен в том, что ваш форум, конечно, выработает очень важное решение по продвижению вашего продукта, но я очень бы хотел, чтобы вы обязательно нашли время и полюбовались красотами нашего города Сочи. Экскурсии по городу в программе конференции тоже есть, а пока круглые столы и панельные дискуссии о развитии самого динамичного и мобильного из СМИ. Об этом говорят и цифры. Ежедневно приемник включают 64% россиян. Несмотря на кризис, в прошлом году право на вещание получили еще более 220 радиостанций. Стабилизировался, наконец, и рынок радиорекламы. Прошлый год был достаточно сложным, потому что рекламный рынок на радио упал на 16%, но страшного не случилось. В этом году мы надеемся, что динамика рекламного рынка будет вновь выйдем. В первый день форума радищики обсудили еще ряд важных вопросов, в том числе увеличение присутствия радио в интернете, продвижение контента в соцсетях, возобновление вещаний на коротких волнах, а также перспективы уже развитого в Европе цифрового наземного радио. Для России этот вопрос все еще остается открытым. Еще очень важный момент. Нужно, чтобы в России больше было локальных радиостанций, которые программируются непосредственно, например, в Сочи. Потому что столичные вещатели зачастую не уделяют достаточного внимания локализации форматов. То есть, зачем слушать про пробки в Москве? А некоторые ведь не убирают, так и за хиром. Развитие именно локального вещания. Мне кажется, за ним будущее. Конференция будущего регионального радио завершится завтра. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.